Буквально несколько дней назад взломали Инстаграм ТВ Совхоз, и, как известно, и ваш аккаунт в Инстаграме тоже взломали. Скажите, что это уже от юридической борьбы и противостояния, уже какая-то информационная борьба, какая нас здесь преследует? Две вещи. Первое, конечно, в предвыборную агитацию или компанию вошли уже все, в том числе и наши оппоненты, враги. Они готовились к этому заранее. Кстати, это не первый случай, когда взламывают аккаунты или почты наших сотрудников, мои. Мы видим, как это происходит. На вас же тоже несколько нападений было. Ну, это уже третье. Второе. Поэтому это такая, в режиме рейдовской атаки им необходимо, скажем так, облить грязью совхоз, руководителей совхоза и всех наших друзей, товарищей, тех людей, которые правду рассказывают про ситуацию в совхозе. Поэтому это не новость. Другое дело, что, конечно, вот этот аккаунт, который в Инстаграме у меня, его же открыли в свое время коммуническая партия Российской Федерации для того, чтобы информировать людей в предвыборную кампанию. И он практически не работал. Последняя публикация, как мы это увидели, была больше года назад, ну, с митинга какого-то. А после этого сотрудник, который вел этот аккаунт в КПРФ, уволился. И даже мы не можем его заблокировать, потому что эти пароли и все данные у него. Ну, мы сейчас написали в Инстаграм письмо и пытаемся закрыть все, что таким образом не работало. Но дело же не в этом. Дело в том, что да, действительно, если оппонент твой сильный, а сильный, как правило, добрый, значит, и великодушный, то он действует законным методом. А если слабый оппонент, если он злой, противный, пользуется противоправными действиями всякими, то вот, пожалуйста, результат. Поэтому не знаю, кто это. Ротагра, или там Единая Россия, или там какое-нибудь боевое братство, или какие-нибудь там близкие к правительству Московской области структуры. Ясно только одно. Они честно, открыто оппонировать не могут, какие-то доводы приводить. Вот и начинают взламывать, потом распространять заведомо ложную информацию. Ну, наши оппоненты, они такие мелкие, противные, ну и так работают. Что делать? С этим приходится бороться. Будем бороться. Вы же свой окон уже новые открыли. Да. Ну, вот, я предлагаю всем подписаться на ваш информационный ресурс, как это принято говорить, потому что там действительно правда. И я же вижу, как под вашей маркой пытаются действовать, там, крадут, скажем так, вашу информацию, переделывают ее. Называют не ТВ, а совхоз, а совхоз ТВ, например. Ну, как это, ну, какие-то мелкие, противные, глупые, абсолютно бездарные люди. Ну, что-то такое. Продолжение следует. Продолжение следует...